Друзья мои, всем привет, всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал Деревенский дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Напоминаю вам о том, что у меня появился телеграм-канал, а также мой канал можно найти на Яндекс.Дзене. Ссылочку обязательно закреплю в комментариях, но вы, конечно же, не забывайте переходить и подписываться. Ну что ж, как говорится, последние сводки с полей, из последних властей и новостей, последние, так скажем, хотелки Лёльки. Да, друзья мои, ни для кого не секрет, что про корову Лёля уже прожужжала абсолютно все уши. Но, вы знаете, здесь сегодня она уже конкретно сказала, что ей нужны желательно две коровы и коровы джероссийские, каждая стоимостью в 250 тысяч рублей. То есть я так понимаю, как только вот эти вот Лёлькины ведроголовые хомячки закроют ей ее автокредит, им нужно будет собрать, ну, в любом случае, полмиллиона рублей на двух джероссийских коров. Я так понимаю, что Лёля не очень-то согласна на коров подешевле, потому что она как-то, знаете, так сказала, ну, говорит, да, конечно, можно купить и за 150 тысяч, но, мол, это будут уже абсолютно другие коровы. Слушайте, насколько я помню, неделю-две недели тому назад, когда она озвучивала, что вот, мол, так и так, я совершенно случайно там ползла по Авито и нашла. Помните, она тогда рассказывала про Москву, про то, что я буду с продукцией ездить в Москву и торговать? Так вот, она сказала, что совершенно случайно напоролась на корову своей мечты, которая на тот момент стоила 90, то ли 90, то ли 100 тысяч рублей. То есть я так понимаю, что аппетиты Лёльки-Поберухи растут день ото дня. Да, да, то есть по её мнению корова за 150 тысяч рублей, это так, так скажем, не ахти. А вот за 250 тысяч это уже предел мечтаний. Плюс, конечно же, если две коровы, как она сказала, мне нужна корова, а желательно две, соответственно, на этих двух коровок уйдёт где-то 500 тысяч рублей. Представляете, полмиллиона. А вы знаете, если честно, я даже не сомневаюсь, что если она даст клич своим хомякам, то они ей, так скажем, общими усилиями насобирают на её очередную хотелку, на очередную мечту своей вот этой вот Лёлечки любимой. Ну что с дураков возьмёшь, как говорится, только анализы и те плохие. Да, кстати, Лёля признаётся, друзья мои, что она теперь вроде как даже не планирует снимать денюжки с Ютуба. Да, Лёлька сказала, мол, так и так, деньги же приходят в долларах. Она говорит, когда начинаешь их обменивать уже на рубли, то в таком случае теряется, конечно же, энная сумма рублей. И она говорит, вот, наверное, я вообще сейчас не буду снимать деньги с Ютуба, пусть зарплата, так скажем, лежит и копится. Она говорит, всё равно на корову мне сейчас не собрать, потому что, по словам Лёли, представляете, Лёлька уверяет нас всех, что она зарабатывает на Ютубе чуть более одной тысячи рублей, ой, рублей, господи, что я несу, чуть более одной тысячи долларов в месяц. Ребят, ну, вы знаете, я могу со стопроцентной уверенностью сказать, что это просто наглое враньё, наглый трындёж. Конечно же, зарабатывает она значительно больше, учитывая её просмотры. Плюс не стоит забывать, что у неё аж целых два канала на Ютубе, да, и там, и там есть просмотры, плюс огромное количество стримов. В общем, зарабатывает она приличную сумму денег, да, но уверяет всех, что нет-нет-нет, это чуть более тысячи долларов. Она говорит, ну, зачем я буду снимать? На корову, мол, мне всё равно не хватит. Слушайте, ну, даже если вот просто прикинуть, что на корову-то ей не хватит, да, вот если вот просто послушать её, поверить ей в то, что она зарабатывает чуть более тысячи долларов в месяц, то получается, что Лёльке хватает абсолютно на всё, по крайней мере, на жизнь ей хватает, да. Раз она со спокойной душой, даже вот эти вот денежки, которые она зарабатывает на Ютубе, она их не готова сейчас снимать, а готова, так скажем, их немножко попридержать, да, подождать, что там дальше будет. Возможно, доллар поползёт вверх, ну, и Лёлька тогда в таком случае их, так скажем, пристроит в нужное место. Ну, а далее Лёля везёт своих детей в Джуманджи по случаю дня рождения Якова. Обратите, кстати, внимание, помните, друзья мои, Лёлька ведь так и не отметила день рождения самой маленькой дочки Вероники. Собиралась она, кстати, совместить дни рождения Якова и Вероники, я так понимаю, она именно это и сделала, но пока она ехала в машине, она как-то молчала про Веронику, она всё время говорила о том, что да, вот Яков сегодня у него день рождения и так далее. Но, что интересно, перед тем, как поехать в Джуманджи, Лёлька и вчера на стриме хвасталась, что вот, мол, посмотрите, считала прямо в прямом эфире, что заработала чуть более 15 тысяч рублей, продав свои вот эти вот продукты, да, натуральные молочные продукты, ну, понятное дело, что грязными она зарабатывала, заработала столько денег, но и сегодня, друзья мои, вовсю в Телеграм-канале она рассказывает о том, какой она везёт, так скажем, везёт большой заказ, ну, не маленький, вернее, возможно, это не большой заказ, говорит, не маленький заказ, везу и молоко, везу и масло, и всё на свете. Вчера, кстати, она, вы знаете, вчера она объяснила, что как бы сложно ни было финансово ей, она в любом случае, как истинная настоящая мать, будет отмечать дни рождения своих детей. Она говорит, да, дети должны помнить, что с детства их родители делают для них всё самое лучшее, конечно же, дети должны всё запомнить, мол, все вот эти приятные моменты, и никак ребёнок не может остаться без дня рождения. Ну, да ладно. В принципе, она до этого оставила без дня рождения Вероники, сказав о том, что вот мы просто объединим эти два дня рождения в одну кучу и сделаем, так скажем, один большой день рождения. Вы знаете, получается вот какая-то удивительная у Лёльки особенность. Вот когда Лёля хочет как-то оправдать некие свои, так скажем, не совсем разумные траты, ну, почему неразумные, да, кто-то скажет, вот, Галя, что это такое, пойти в торгово-развлекательный центр, сводить ребёнка, какие же это траты? Нет, я согласна, но когда ты говоришь о том, что вот-вот мне ваших денег, ваших донатов хватает только на то, чтобы накормить своих детей, да, то есть ты говоришь о том, что у тебя денег вообще впритык. Но мы с вами все прекрасно понимаем, что когда денег впритык, люди не ходят по саунам, люди не мотаются просто так, да, так скажем, за 3-9 земель, тратя бензин и прочие моменты. Люди не ездят каждую неделю, допустим, в какие-то развлекательные центры, не возят детей. Люди живут как-то в любом случае по своим возможностям, ну, потому что не все, как Лёлька, конечно же, далеко не все, обращаются за помощью к людям, да, кричат о том, что дайте, подайте донаты. Понятное дело, что если нет денег и денег впритык, то когда тебя отправили, допустим, как Лёлька уверяла, что ей отправили деньги на маникюр, другая бы сказала, вы извините, вот у меня есть более значительные, да, какие-то моменты, которые более, да, такие, да, дыры, которые необходимо просто залатать, и она бы сказала, нет, вот я сейчас не могу потратить, можно я ваши вот эти вот, допустим, полторы тысячи потрачу на что-то другое, да, допустим, на подарок своему ребенку. Понятное дело, что Лёлька врет, и, естественно, деньги у нее есть, и все это прекрасно понимают, но вот, вы знаете, получается все-таки удивительная особенность, когда Лёля хочет как-то оправдать некие траты, она тут же всем начинает демонстрировать, что вы не думаете, вот гуляем-то и развлекаемся мы исключительно на свои деньги, да, друзья мои? Вот вспомните хотя бы накануне день рождения Саши. Лёлька очень удачно тогда, вы знаете, прямо день в день получила зарплату с Дзена, да, она ей сказала, вот пришла зарплата с Дзена, да, то есть прямо вот пришла день в день, чтобы отметить день рождения ее дочери Саши. И вот сейчас, прямо перед днем рождения Якова, она успешно продала все свои вот эти вот продукты и устроила сыну самый настоящий праздник. Причем тут же, друзья мои, а Лёля еще сказала о том, что пока вот детки будут отдыхать в Джумандже, бедная несчастная Лелечка, у нее ни минуты покоя, она говорит, не могу даже усесться, потому что ко мне будут постоянно приезжать клиенты, она будет выходить из этого торгового центра и отдавать им ту самую продукцию, за которую они приехали. Вот согласитесь, устроилась очень хорошо, да, мало того, что привезла, так и к ней еще все приедут туда, где ей, так скажем, удобно. Нигде клиентам удобно, а где удобно самой Лёльке. Ну да ладно, в общем, похвасталась она, как много сегодня бутылок молока она прихватила, а еще она делала масло, а еще, по-моему, творог, что-то там, возможно, еще было, я уже, если честно, не помню, это не суть важна, да. Но вот у меня вопрос, если все настолько хорошо, если все так хорошо продается в последнее время, друзья мои, да, вот буквально там каждый день она что-то продает, то есть почему ты тогда, если ты накануне продала на 15 тысяч с копейками, да, понятно, что это грязные деньги, сейчас ты продаешь, почему тогда, ну, просить у зрителей хотя бы не каждый день, да, и не просить, так скажем, на все, а что-то покупать и на свои деньги. Ну, согласитесь, да, можно ведь как-то вести себя более, так скажем, прилично в этой ситуации, но, опять же, зная Лёльку, я так понимаю, что как только они сейчас отпразднуют день рождения Якова и Вероники, да, тут же они, Лёлька, у Лёльки образуются какие-то финансовые дыры, резко перестанут доиться коровы, куда-то без вести пропадут её клиенты на молочку, и она опять будет сидеть и просить, дайте мне, пожалуйста, подайте, помогите, вообще не за что, не на что купить, что бы то ни было, и, наверное, благополучно забудет и про те доллары, которые лежат у неё на счету, зарплата с Ютуба и всё на свете. Далее, друзья мои, я читаю комментарии в телеграм-канале Лёльки, где ей, значит, некая женщина написала, отправляю денежный подарочек, значит, 300 рублей на день рождения Вероники и Якова, и подписала, простите, пожалуйста, что мало. Ребят, я просто в шоке. Мало того, что отправляют, да, чужой женщине, чужим детям, которые им вообще абсолютно никем не приходится, так ещё у них хватает мозгов написать, да, простите, что мало. Вот мне так и хочется сказать. Вы у Лёльки-то спросите, что она вообще делает хотя бы даже для своих родных и близких, вообще взять её просто даже маму, которой постоянно Женька, кормящая медалистка, уезжает, да, к своей бабушке в Подмосковье. Я вот лично ни разу не видела, чтобы Женька ехала с какими-то там авоськами, с чем-то, да, с какими-то там вкусняшками, которые бы Лёлька благополучно передала бы своей матери. Ну, как это делают все нормальные люди. Поэтому как бы считать, что 300 рублей – это вообще абсолютно мало, да, как известно, дарённому коню в зубы не смотрят. Но и опять же, вот это насколько Лёльке надо было приучить своих вот этих вот донатчиков, которые не только теперь, а уже считают, что они просто обязаны, раз у Лёльки, у её детей дни рождения, праздники какие-то сабантуи, да, на её хотелки, так они ещё и отправляют им стыдно. «Стыдно, что отправляют 300 рублей». Вы знаете, мне кажется, отправляет женщина, скорее всего, так скажем, практически последние. Была бы у неё возможность, наверное, бы действительно отправила бы больше. Ну, а Лёлька, конечно, там написала, говорит, да перестаньте вы туда, мол, сюда, ничего страшного, спасибо, мол, за деньги, это очень даже хорошее подспорье. Вот, вы знаете, не дрогнет у неё рука взять даже последние деньги. Ну, а далее Лёлька вообще просто жжёт, друзья мои, она возмущается, что как это так? Она говорит, представляете, тут, говорит, одна попросила у меня молоко в долг. Она ей говорит, а вы мне объясните, а как это в долг? Ребят, вот мне, знаете, что хотелось Лёльке сказать? Лёлька, хватит прикидываться чайником. Как так в долг? Да очень просто, ну вот тебе же люди высылают деньги, да, просто так, которые тебе абсолютно ничем не обязаны. Так почему бы тебе, так скажем, не сделать некий жест доброй воли, да, взять и тоже кому-то что-то сделать, так скажем, приятное, тем более, возможно, если человек спрашивает молоко в долг, возможно, у человека вообще нет никаких денег. Нет, я не говорю, что это её обязывает, понимаете? Когда ты не просишь, да, то, в принципе, как бы и к тебе, по большому счёту, вопросов не может быть никаких. А вот когда ты просишь каждый божий день, не то, что у тебя даже реквизиты карт выставлено, а когда ты просишь каждый божий день, как делает эта Лёлька, да, и когда ты считаешь, что тебе все должны, тебе все действительно помогают, твои вот эти вот хомяки, зрители, да, подписчики, в таком случае почему же ты удивляешься, почему же у тебя не возникают мысли, а, возможно, давайте-ка я сейчас сделаю кому-то что-то приятное, и тоже кому-то, возможно, помогу. Нет, у Лёльки в мозгу такой мысли не было, естественно, ни о каком жесте доброй воли и речи быть не может, о чём, как говорится, это я, да? Но знаете, друзья мои, мне в таком случае смешно уже слышать от Лёльки, которая, вспомните, вчерашний ролик свой показывала, где она готова была отдать бесплатно козлят, да, да, когда она сказала, ой, я уже готова была взять, отдать вот этих козлят бесплатно, да, меня вовремя остановили мои вот эти зрители, да, друзья мои, смотрите, какая получается интересная, как говорится, катавасия, да, то есть козлят она готова отдать бесплатно, а вот копеечное молоко, ну, копеечное по сравнению со стоимостью козлёнка, да, она не готова отдать даже в долг, вот о чём и речь, поэтому как можно вообще ей верить в то, что она готова была, так скажем, совершить вот такой вот, знаете, поступок, да, реальный поступок, показать широту своей души, ну, в общем, да. Ну и уже, друзья мои, Лёлька, я так понимаю, в ближайшее время, скорее всего, конечно же, готова будет даже открыть донат на двух коров, да, да, и говорит, вы понимаете, говорит, ну вот как, мне, говорит, приходится сейчас, говорит, придётся опять выходить на стримы каждый день и через день, представляете, говорит, да, 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 конечно, говорит, я зарплату получаю, но, говорит, ничего дорогого я себе позволить не могу, потому что у меня, мол, уже не та, так скажем, хорошая зарплата. Лёль, ну, начнём с того, что даже когда у тебя была шикарно охрененная зарплата более миллиона рублей в месяц, ты тогда выла на Луну и рассказывала сказки про белого бычка о том, что ты вообще бедна, как церковная мышь, это раз. Ну, а что касается, что ты ничего себе дорогого позволить не можешь, я не знаю, что в твоём понятии, так скажем, дорогое, да, возможно, это что-то стоимостью от полумиллиона рублей, Лёлька считает, так я могу тебе сказать и уверить себя, что у нас мало кто вообще в нашей стране может себе позволить что-то, так скажем, дорогое. Ну, если, опять же, ты там не дочка олигарха или не жена олигарха, да, ну, в любом случае. То есть Лёлька, мне кажется, вообще путает уже берега. Смотрите, вот она зарабатывая на Ютубе, имея огромное количество источников доходов, она считает, что она себе вот ничего такого, знаете, дорогого позволить не может. А вот её вот эти вот, которые ей донатят, которые живут, возможно, на 15, на 20, на 30 тысяч рублей, они вот, кстати, могут ей позволить приобрести, так скажем, вот, собравшись всем вместе в кучку, да, вот эта вот малая кучка пустоголовых, они могут себе позволить ей как раз-таки набрать на что-то, так скажем, более дорогое. В общем, да, Лёлька, как всегда, в своём репертуаре, всё только для неё, всё лучше ей. Ну, и, конечно же, вы знаете, она так прямо значимо подчеркнула тот момент. Она говорит, вы знаете, я даже не знаю, как называть вот этих вот людей, которые ко мне приезжают за моей продукцией. То ли, говорит, это клиенты, то ли это зрители, то ли это, говорит, мои подписчики, говорит, потому что они никогда не приезжают с пустыми руками, они все обязательно везут подарки моим детям. Лёлька, возможно, именно по этой причине как раз-таки у тебя и нет твоих клиентов. Тебе надо искать клиентов не среди твоих подписчиков, да, дабы их, так скажем, не напрягать, потому что лишний раз они, возможно, у тебя ничего не закажут, потому что будут знать, что помимо того, что нужно будет расплатиться за твою продукцию, нужно будет ещё обязательно что-то привезти деткам, иначе ты будешь ждать, надеяться и верить, а, как говорится, не тут-то было. В общем, да, Лёльке стоит об этом, между прочим, подумать. Друзья мои, вот такой у меня получился обзор. Пишите, что думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всё, всех целую, обнимаю, всем удачного дня, хорошего вечера, берегите себя, пока! Субтитры сделал DimaTorzok